Здравствуйте, я бы хотела выехать за границу на отдых и хотела бы узнать, нет ли у меня долгов. И могу я выехать за границу? Сейчас посмотрим. Кому могут запретить выезд за границу, как взыскать или погасить долги? На эти и другие вопросы отвечали сегодня судебные приставы. Как оказалось, одна из самых распространенных проблем – заставить отцов выполнять свой долг. Бывший муж Ольги не платит алименты уже больше 7 лет. За это время и сумма накопилась немаленькая – 267 тысяч рублей. Я составила заявление, написала большая задолженность у должника. У нас заводится уголовное дело и я думаю, что все получится. А вот у Анны Морозовой повод обратиться к судебным приставам приятный. Будущий юрист, как только закончит лесомеханический техникум, мечтает стать служителем закона. О вакансиях и порядке зачисления в службу судебных приставов также можно было узнать у специалистов. Мне нужно подать заявление, анкету, необходимо еще также написать свою собственную биографию. И уже потом вместе с этим пакетом документов ехать в Вологду, чтобы пройти конкурс и встать в кадровый резерв. В Вологодской области акция проводится впервые. Сегодня консультации по правовым вопросам можно было получить в 30 подразделениях. Областном управлении службы во всех городских и районных отделах. Только в службу судебных приставов на Луначарского за помощью обратились 138 череповчан. Цель акции, значит, это, во-первых, дать гражданам возможность прийти, пообщаться с судебными приставами напрямую, решить большее количество вопросов, которые их интересуют. Это вопросы кадров. А еще, по словам судебных приставов, такая форма работы с должниками и взыскателями помогает ускорить исполнение судебных решений.